Начну с информации счетной палаты Украины. На днях в прессе появилась информация этого ведомства, что уровень бедности в Украине по итогам 2017 года увеличился до 27%. Как отмечается в сообщении, по показателям оценки бедности по абсолютному критерию и показателям, характеризующим доходы населения, в целом произошли положительные сдвиги. Однако показатели бедности по относительным критериям демонстрируют тенденцию к росту. То есть, говоря простым языком, по статистике и на бумаге доходы украинцев вроде бы растут. Однако купить на эти деньги можно все меньше и меньше. По каким параметрам появилась такая оценка? Выяснилось, что украинцы больше всего страдают от невозможности позволить себе неожиданные необходимые расходы за счет собственных ресурсов. Значение этого показателя Украине более чем в полтора раза выше, чем в Европе. 60% против 36%. По другим признакам депривации, то есть разнообразные лишения украинцев в 2017 году были в 2-7 раз больше, чем в европейских странах. Ситуация просто катастрофическая, прокомментировал данные счетной палаты экономист Мартынюк. Чиновники прикрываются различными методиками оценок, выбирая ту, которая в данных условиях показывает наименее печальный результат. Но с каждым годом изощряться становится все сложнее. 27% бедных в центре Европы – это огромные цифры. Переведу мнение еще одного известного украинского экономиста Алексея Куща. Есть несколько способов определения бедности. Например, провластные эксперты и чиновники говорят о том, что по-настоящему бедных людей в Украине не так уж много. Для подкрепления этой версии эксперты берут стандарт ООН 5 долларов в день и переводят их в гривны не по рыночному курсу, а по паритету покупательной способности – около 8 гривен за доллар. В итоге они получают, что уровень бедности в Украине составляет 1200 гривен в месяц. 5 долларов на 8 гривен и умножьте на 30 дней. И говорят, бедных в нашей стране практически нет. Действительно, соглашается эксперт, за такие деньги сегодня мало кто живет даже в Украине. Но дело в том, что если для богатых паритет покупательной способности является удобным механизмом манипуляции, то для бедных это самая настоящая ловушка. Ведь и топливо, и электроэнергия, и газ, и большинство потребительских цен определяется по импортному паритету. Фактически, пересчитывая этот минимум не по рыночному курсу, а по паритету покупательной способности, власть ограничивает своих самых бедных сажардов потреблением простейших продуктов питания. Мол, покупайте самые дешевые продукты на рынке и денег хватит. На самом деле, бедность как раз и проявляется в том, что человек не может позволить себе купить не только потребительские товары, но даже продукты, которые он хочет. Что же делать? Рецепт прост, но пойдет ли на это законодатель? Надо усилить налогообложение финансово-промышленных групп, увеличить рентные платежи, снизить коммунальные тарифы, не облагать налогами минимальную зарплату, вести прогрессивную шкалу налогообложения, чтобы богатые платили в 2-3 раза больше бедных. Кто пойдет на это? Продолжение следует...